Утро на Болткоме Утро на Болткоме Да, слышно очень хорошо Но вот, может быть, несколько слов о том, как узнать родной город Каким образом, например, вы стали работать гидом-экскурсоводом Когда проявился этот интерес к истории зданий, истории своего города? У меня это на самом деле получилось чисто случайно Я приехал в Петербург из Украины У меня особо не было какого-то желания здесь что-то изучать Но потом как-то потихонечку я познакомился с хорошей компанией Меня показали крыши, начали показывать дома какие-то Мне стало это интересно, я просто начал читать, читать, читать И когда стал знать очень много про Петербург Он сразу же совсем по-другому смотрится То есть ты сразу по-другому здесь живешь и по-другому себя чувствуешь Вот так со временем создал свой блог Вот в блоге у меня получили Получается, начали искать меня какие-то подписчики По хештегам, вот, публикациям начали меня читать И как-то начали просить, показывать то, что я, собственно, фотографирую Про то, что я рассказывал Просили провести экскурсию Так у меня чисто случайно и получилось А потом из этого блога выросли и книги, получается? Да, а потом просто то, что я рассказываю на прогулках Я это все комбинировал, собрал все в одну большую кучу И все это вышло в книгу Вот так это началось Получается, что фотографии в этой книге именно были вашими, да? То есть вы использовали? Да, да У нас с издателем как раз была такая договоренность Что если я пишу книгу, то иллюстрации все будут мои Потому что я в первую очередь начал как фотограф То есть я сначала домики эти все ходил, фотографировал, снимал Рассматривал какие-то детали А потом я только начал про эти дома читать Вот поэтому мне очень важно было, чтобы фотографии были именно мои Откуда была вот информация Откуда вы черпали эту информацию о домах? Потому что вот, ну хорошо, стоит красивый дом, интересный дом Но как узнать, кто в нем жил из интересных людей? Кто был архитектором? Какая история этого дома? Как он переделывался, перестраивался? Вот, ну есть несколько источников Про знаменитых людей, которых я упоминаю, например Там чаще всего находится информация в мемуарах современников То есть там где-то кто-то, кого-то упоминает всегда Кому-то ходил в гости и так далее Вот Про сами дома, про перестройки Это, ну либо советские книги Там больше всего информации про краеведение Вот про эту тему Более обширная такая у них тема Они прям все пишут, все что можно Вот, либо архивы Архивы, благо сейчас можно уже зайти в онлайне Не обязательно идти туда Вот, и за определенные деньги можно посмотреть там Про дом информацию В какое время он построен Кто был владельцем и так далее Ну то есть получается, если интересуют Ну то есть идешь по улице, там дом за домом, дом за домом Потом бежишь в архив и поднимаешь историю каждого из этого дома Который ты прошел мимо, кто в нем жил, там как перестраивался и так далее Это же бешеная работа Или есть какие-то маршруты, вы уже четко знаете Ага, вот этот дом на такой-то улице Это здание в таком-то переулке Это крыша там еще где-то И таким образом формируется Нет, но я формировал это по своему усмотрению То есть я сначала подбирал все, что может заинтересовать человека Там же какая была идея То есть это такой каталог парадных Петербурга То есть там не только про дома, а про то, что внутри находится Вот, потому что все знают, как дома снаружи выглядят Да, мы каждый день их мимо проходим И у нас есть вопрос Ну, по крайней мере, очень часто он возникает А вот что интересно внутри, какие там квартиры, какие жильцы Что там внутри находится В этой книге как раз было решено показать Именно, что находится внутри На парадных лестницах, какие там интерьеры и так далее Вот, соответственно, слишком много информации Там с архивов черпать не было смысла Потому что я книгу вообще писал с прицелом на Вот как раз на новичков На тех, кому именно интересно только начать Чтобы эта книга была таким мостиком От начала изучения краеведения Петербурга До как раз уже после этой книги можно пойти дальше И читать там уже серьезную литературу А пускали, вот если мы сейчас все-таки видим, что чаще всего подъезды закрыты На кодовые замки А уж не говоря о том, чтобы впустили в квартиру Или там могли показать какой-то вид из окна Вот насколько здесь происходит работа? Ну, на самом деле, сложновато Например, там есть два дома, до которых я до сих пор не добрался То есть меня до сих пор там не пускают Вот, поэтому сложно найти Объясняешь жильцам, что Мне нужно написать книгу Мне надо пару иллюстраций сделать Может меня впустить И не все готовы, не все понимают Зачем это вообще надо И так далее Я такой прибегаю дворник с метлой и говорю Ну-ка, ну-ка, пошел отсюда Не знаю мы никаких писателей Да, что-то такое есть, да Но теперь есть же все-таки книги, которые можно показать Вот где бьется сердце Петербурга Объяснить, полистать, сказать Ну вот хочу просто сделать, например, продолжение этой книги Может быть, легче будет? Вот, ну вот как раз у меня вторая книга Скоро будет Скоро я ее начну создавать Вот, и там как раз тема будет про особняки и дворцы Петербурга Тоже показать их изнутри Вот, и есть такая задумка показать то, куда вообще простых людей не пустят И надеюсь, что первая книга Вот, покажу и мне разрешат все-таки фотографировать Чтобы я показал читателям еще и изнанку дворцов и особняков Безусловно, желаем всяческого успеха А скажите, пожалуйста, наверняка с выходом книги стало больше обращений к вам как к гиду Как к экскурсоводу И учитывая тот объем информации официальной, исторической, которой вы владеете Нет ли, тем не менее, соблазна какую-то собственную побасенку придумать? А что это такое по басенке? Ну, какая-то история, исторический анекдот Что называется, ложное воспоминание Ну, от себя присочинить какую-то байку про какой-то дом или подвал Здесь там были какие-то убийства, здесь что-то происходило Ну, то есть еще больше красок добавить каких-то Слушай, ну, на самом деле в Петербурге такая история Если копать про людей информацию, то там и без всех преувеличений и сказок, которые ты можешь придумать Там и так есть такие персонажи, про которых рассказываешь И никто и не верит, что такие на самом деле в начале 20 века люди проживали, они таким занимались Ну, например, кто первый в голову приходит? Ну, тот же самый Феликс Юсупов, если взять его знаменитейшие мемуары Вот, прекрасное чтение Вот, там он описывает как раз свою юную жизнь в революционном Петербурге Вот, где он переодевался с женщиной и пел на сцене В знаменитом кабаре «Аквариум» Как он там с Анной Павловой просто ездил постоянно к цыганам Вот, постоянно там как-то не очень хорошо себя там вел То есть у него там истории просто огромное количество Прекрасная, юная, распутная жизнь Золотая молодежь, собственно Она не меняется Мажор А что чаще всего спрашивают на экскурсиях, чем больше интересуются люди? Вот, ну на самом деле больше всего удручает их состояние петербургских домов Потому что если снаружи они еще как-то более-менее неплохо выглядят А я же показываю то, что внутри А внутри у нас в Петербурге каждый десятый петербург живет в коммунальной квартире Соответственно, старый город это сплошь одни коммунальные квартиры в основном Вот, ну а там, где коммунальные квартиры, конечно, там живут не самые богатые люди И не самые предприимчивые Соответственно, там поранных никогда ремонтов не было Притом, ну и людей это очень шокирует особенно Те, кто из Москвы, потому что в целом в России коммунальных квартир уже нигде нет А в Петербурге просто весь старый город То есть, это такая главная визитная карточка, собственно, этого города Она вся в коммунальных квартирах Любопытный, кстати, нюанс Обычно же в историческом центре как раз живут люди, скажем так, высокого достатка А в Питере получается ровно обратная ситуация А у нас же все наоборот, я не знаю, как у вас, но у нас же было все национализировано После прихода большевиков Вот, и получается все самые богатые 20-комнатные квартиры, там, Эмира Бухарского Или каких-то военных министров и так далее Они в итоге превращаются в советские угоды в самые большие коммунальные квартиры Вот, коммунальные квартиры это что такое? Это вот, была квартира 8 комнат, каждую комнату раздали там рабочему Какому-то, в общем, обыкновенным людям И они там с общей ванной, кухней, туалетом проживают Соответственно, у этих людей нет денег содержать такую дорогую недвижимость И в то же время они продавать ее не хотят Потому что, ну, очень дешево это стоит За эти деньги нельзя купить нормальное жилье Даже там в спальных каких-то далеких районах Вот, и так получается, что самые богатые дореволюционные квартиры Сейчас превратились в самые страшные такие коммуналки Где-то по 30 семей живет в одной квартире Вот, и это больше всего людей шокирует И это даже очень обидно мне как Геду Потому что я вроде как про историю в первую очередь Мог рассказывать А очень часто вот эта вот история с коммуналками Она забирает все внимание на себя То есть люди не понимают, как можно Ну, как такое может быть в Петербурге в начале, вот уже В 21-м году Уже даже и не в начале 21-го века И вспоминается, в общем-то, тут Высоцкий на 38 комнаток Всего одна уборная Это же надо до сих пор такое Бывает еще и в центре Петербурга Культурная, на минуточку, столица России Как записаться к Вам на экскурсию? Как это происходит? Часто ли проводите? Да, я практически каждый день гуляю Меня можно записать через мой Инстаграм У меня там все контакты Вот, обычно все люди меня так и находятся Вот эта новая книга Прогулки по неизвестному Петербургу Она буквально вот две недели назад, полторы недели назад появилась у нас Расскажите, вот как эти пять маршрутов появились? Почему именно эти пять маршрутов Вы брали? Вот, ну, задумка была в том, что, в общем, мне редактор попросил сделать Какие-то такие прогулочные маршруты, чтобы человек взял книгу И, собственно, смог прогуляться, это все увидеть Своими глазами Вот, я решил взять все-таки Такие, вроде как, парадный Петербург Да, вот, все, кто был в городе у нас Были на набережной реки Фонтанки На Мойке Да, вот, на Большой Морской улице То есть, вот такие визитные карточки Петербурга Вот, но я захотел Немножечко копнуть глубже Потому что дальше, например, вот на Фонтанке Дальше Аничково или Ломоносово моста никто не заходит Там, на самом деле, тоже огромное количество разных интересных людей проживало Да, потому что там и район Коломна есть И Илья Репин там проживал И там есть дом Титаник И там жил Пушкин в молодости, да, в некоторых домах И вот туда обычно гости города не доходят Потому что это, вроде как, считается не Прямо парадный центральный Петербург, да, не туристический Вот, и я решил показать, что можно чуть-чуть дальше пойти И там тоже хранится огромное количество невероятных историй Вот, прекрасной архитектуры и так далее И получается таким образом, что в любом городе Ну, мы всегда знаем, что есть несколько там каких-то мест для туристов А на самом деле вся история может как айсберг быть скрыта, да От внешних каких-то взглядов Ну, конечно, надо просто немножечко копнуть глубже Искать немножечко дальше, чем ходят все остальные И тогда вам совсем другой город откроется Это касается не только Петербурга, а любого города, наверное, вообще В мире, да, потому что приезжаешь в Париж Ты же можешь гулять там по Елисеевским полям А ты можешь зайти туда в переулочку И там, ну, совсем другая история Там все по-настоящему Вот, там совсем другие люди, другие истории Если потихонечку про это читать еще, да Вот с таким противорителем пройтись То это будет невероятно крупное И для вас, ну, город со всем другой стороны откроется Скажите, Владислав, в принципе, наблюдается какая-то тенденция Изменения, ну, появляется ли интерес к каким-то таким альтернативным маршрутам Ну, на самом деле, Исааки посмотрел, там, все эти стрелки посмотрел Эрмитаж, не знаю, успел забежать, не успел забежать А вот тот же самый какой-то кладбищенский туризм, да, есть целое направление Крыши Петербурга Петербург, да, отличается, например, своими крышами Что-то вот такое нишевое Подобные предложения их становятся больше Они пользуются все большим спросом Да, на самом деле сейчас вообще экскурсии Они перерождаются То есть людям уже Ну, не хочется ходить по обзорным экскурсиям Вот этим вот туристических компаний На автобусах и так далее Вот, люди как раз сейчас Есть такая тенденция Они хотят изучать Вот, глубже копать И искать что-то новое Поэтому, да, у нас сейчас И огромное количество там Прогулок появляется Неформальных там крыши Сапы Там, не знаю На кладбище и так далее ходят И также перерождается этот формат Прогулок исторических Да, то есть сейчас Находится новое там поколение Новые вот Новые ребята, которые Новые краеведы Которые уже не рассказывают Совсем другие истории Вот И совсем по-другому Работают с материалом И это больше такое Как представление Превращается Чем просто Как экскурсия То есть ты приходишь А я там прям Вроде ты как историю знаешь Но в то же время Там и шутки Да, то есть ты Прекрасно Пробуешь два часа Своего времени И с пользой И с удовольствием Потому что Сейчас Ну, к счастью Люди Все больше и больше Интересуются Это такие тренды Не только в Петербурге Но и в Москве Вообще во всех Исторических городах России Я смотрю Сейчас у меня Огромное количество Появляется Крутых реально коллег Да, которые Вот Как и я Увлечен Настоящим Городом Да, вот Где они проживают И они Делают просто Невероятные Крутые Экскурсии Вот как раз Я хотел сказать Что мы все знаем Эти такие формальные Экскурсии Когда посмотрите на них То есть там Экскурсовод Там заученным голосом Говорит Как еще господи Я шагаю по Москве Собор Василия Блаженного Был построен Но самому неинтересно Группе неинтересно Тем более сейчас Википедии можно прочитать Ничуть не хуже И видео посмотреть И действительно Спрос Понятно Естественно растет На такие какие-то Вещи специально Вот подготовленные И совершенно другой взгляд Да А вот Я хотел спросить Еще про то Как представить Город с другой стороны Потому что Я обратил внимание На ваши фотографии В этих В книгах Вот где бьется Сердце Петербурга Прогулки по неизвестному Петербургу Как выгодно Представить Как дом Потому что Ведь всегда Мы видим Иногда бывают Обшарпанные дома Не самые такие Но вот найти Нужный ракурс Интересно Как вы работаете Как показать Именно на экскурсии Или как показать Фотографии И так и так Может быть И сфотографировать Красиво И вот на экскурсии Чтобы заинтересовать Людей Вот Но на экскурсии Чтобы заинтересовать Людей Нужно Я лично Копаю больше Жителей Дома То есть Если Я ищу дом Где жила Какая-то Знаменитость Какой-то человек У которого Была Невероятная Биография Но в то же время Чтобы этот человек Был не очень Хорош Не очень знаком Экскурсантам Гостям Экскурсии Вот И Цепляешься Там за какие-то Отсылки на фасадах Там иногда Есть какие-то Предметы Не знаю Гербы Сохранившиеся От первых владельцев Ты Зацепил Сделал подводку Вот И постоянно Общаешься С гостями То есть Ты задаешь вопросы Параллельно И показываешь На дом Обращаешь внимание На детали Чтобы человек Понимал Что На фасадах Не все просто так Там очень часто Есть отсылки Именно к владельцу И Если вы Понимаете То вы можете Даже в принципе Без никаких книг И дополнительных Источников Даже примерно Понять Чем человек У нас занимался Что построил Себя такой дом Вот О фотографиях Я просто Дом расклад У меня уже такая Научился Раскладывать дом Иду снаружи Внутрь Или изнутри Снаружи То есть Я снимаю Все детали Все что Самое уникальное Самое интересное Я пытаюсь Взять Крупным кадром Вот И все это Разложить Показать Чтобы человек Вот Потому что На детали Очень часто Не обращают внимания Мы когда бежим Куда-то Мы не особо Всматриваемся Я пытаюсь Это показать Чтобы люди Обращали на это внимание Потому что я вот В книге Где бьется сердце Петербурга Помню что Как меня поразила Вот фотография Парадной Здания И вот вы пишете Что как раз И вот по этой лестнице В последний раз Вышел там Григорий Распутин Когда его Убили Ну то есть Ну сразу Производит такое Интересное впечатление Обычный подъезд Кажется каким-то уже Таинственным Невероятным Сейчас Сейчас вроде бы так Обычная лестница Ничего там особо Такого нету А на самом деле Там такой человек Жил Который Очень сильно Повлиял На историю России В том числе В этой связи Если не так Глубоко Уходить В историю А остановиться Где-то там На нулевых На девяностых Есть спрос На информацию На какие-то Экскурсии Именно по Относительно Недавней Истории В том числе Конкретно Петербурга Ну я не знаю То что условно Можно назвать Со Назвать Как сериал Бандитский Петербург Например Или там Следы Путина В Петербурге Что-то вот такое На самом деле Нету такой Тенденции Надо придумать Изучение Изучение Жизненного Пути Путина Вот так далее Вот Ну и слава богу На самом деле Сейчас 95% Всех гостей Кто приезжает В Петербург И мне интересно Вообще История Ленинграда Вот Ну за исключением Блокады Блокада Это такая Отдельная Страница В истории Советского города Ленинграда Вот Ну и про 90-х Начал двухтысячных Тем более Никто не хочет Знать Единственное Там есть Популярные Прогулки Вот По крайней мере Я где-то видел Что Вот По фильму Брат первый Да Вот Балабанов Он прекрасно знал Наш город Он прям снимает Такие Нетривиальные места И вот Он прекрасно знал Всю нашу местность И вот По этим Его местам Брата первого Там где его снимали Иногда бывает Вот А так Чтобы сильно Была Заинтересованность Этим периодом Какого нет Ленинграда А за вашей спиной Издание Чем-то известно Вот Ну тем что Тем что Я здесь живу Ну что же Нам показывают На самом деле Что пробежали Эти полчаса Очень незаметно Если Наши слушатели Вот заинтересуются Книги Где бьется Сердце Петербурга Доходные дома И прогулки По неизвестному Петербургу Вот Нашего собеседника Владислава Поде Они продаются Сейчас В книжных магазинах Города Если кто-то Хочет отправиться Посмотреть город Я думаю Что это будет прекрасным Вот Ну Под спорьем Знакомства с Петербургом Спасибо огромное Владислав Спасибо Владислав И успеха В работе И написании Новых книг Очень надеемся Что до Риги Они тоже долетят Доедут Доберутся Ну а мы доберемся Соответственно До Питера Всего доброго Ну и наше Сегодняшнее утро На Балткоме Подошло к концу Олег Пек Александр Шумин До свидания